Вообще, что бы ни происходило? Не важно, какие бы эмоции ни были. Возвращаться в тело, и не важно, что там было. Идём дальше, следующий момент. Ты не можешь не возвращаться, потому что ты всегда в теле. Я имею в виду, извини, я имею в виду внимание не в теле, а в уме. Да, понятно. Ты запомни одно, что ты в этой целостности всё равно. Потому что и ум, и тело, и иллюзии – это всё в одном целом. Тогда не ищем бороться, и не за что себя наказывать. У меня, наверное, часто само наказание, что я так часто в ум. Хорошо. Ты не можешь отсюда никуда уйти? Щёки горят. А у меня было напряжение, что я ухожу. Вот оно забывается, что я никуда не могу уйти, потому что я всё время в этом, но оно стирается так. Услышала – стерлась. Услышала – забылась. Ну, пусть забывается. Пусть стирается. И что-то появилось новое, и ты опять в этой целостности. Ты никуда не двигаешься, а с этой целостности вообще никуда не можешь уйти. Вообще никуда не войти, не войти, не войти, все в одном месте, всё в одном месте, что бы ни происходило, кто бы что ни создавал, какие границы. Это невозможно. Мы все в одном месте. Как птицы, как деревья, как цветы, как мухи, как рыбки, как тараканы, которых мы убиваем, как моль, которая ест, убивает ее, муравьи, коронавирус. Маски, шапки, пальто, дом, крыша, земля. Всё, всё, всё в одном месте. Вода, которая в стакане, кажется, она отдельная, она одна в целом. Сама вода и сам стакан тоже в этом, в одном целом находится. Океан, у которого есть берега, он тоже в этой целостности. Эта целостность огромная. Никто не может ни улететь, ни прилететь оттуда. Невозможно из нее вылететь или влететь, потому что у нее нету краев. Про паззл я, который писал, что у него нету краев. Всё время что-то добавляется и выбирается. Кто-то дом построил. Это в целостности. Дом разрушили, вроде бы дома не стало, но это всё в целостности. Появившийся человек в этот мир появился в самой целостности. Когда некоторые учителя рассказывают, когда летит капля и падает в океан, она становится океаном. Это чтобы было понятие, что такое целостность, что мы неотделимы и здесь нет чего. Но это еще больше, чем океан и капля. Продолжение следует... Да, для ума это не вмещается, что все социальные явления, геологические, что с землей, или эти войны, что это всё так, как надо. Да, война у людей вообще не вкладывается. Как? Но это тоже целостность этого всего. Это как можно привести пример, как птицы летают куда хотят, муравьи ползают куда хотят. Нету границ. Не важно, что Алёна живет на четвертом этаже, муравьи до неё не доберутся. Добрались. Нету границ у них. Пятый этаж для муравья. У него же нету этажей. У него есть поиск чего-то принести. У него нету границ, что там бетонные перекрытия, что они не прыгают. Для них не существует этого. Они являются целостностью. Они идут в самой целостности. Они везде могут пройти. У меня, оказывается, была вина и самонаказание, что я в иллюзии. Или ты не такая, как ты должна быть. Да. Но ты самая такая, какая ты должна быть в этой целостности. Другой тебя не могло быть. Только такая, как ты есть сейчас. И с такими принципами, с такими пониманиями, с таким осознаванием. Вот ты такая нужна сейчас. И с таким сыном, как у тебя есть, и с такими родителями. Вот это для целостности, это самое классное, что есть. Не забывайте, что все меняется. Каждая секунда меняется, и вся целостность тоже меняется. Не думайте, что вы будете только такими, как вы сейчас есть. Или мир будет каким-то другим. Он всегда будет другим, он всегда меняется. Морали пришли, не нашли еду, они уйдут в другую квартиру. Целостность поменяется. Но он всегда будет целостность. Как это красиво, когда что-то растет. Даже ваш волос, когда растет, он берется из ниоткуда и появляется, и начинает расти, и удлиняется, и удлиняется, и удлиняется. Так же и мох, так же и тело. Если бы клетки не отмирали, не делали планы, мы бы становились больше, 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 больше. Что-то отпираешь, что-то отпадает, и мы остаемся такими же. Такого размера я имею в виду тело остается. Но тело меняется. Потому что каждая клетка меняется. Это получается то, что ты все время говоришь, что... Как происходит так самое лучшее, это получается... Вот это оно? Из-за того, что для целостности все... Для каждого человека наилучшим образом... Это об этом идет речь? Появился у тебя муж, это было самое классное. Ушел от тебя муж, это было самое классное. Родила ребенка, это было самое классное. Не важно, что происходило в твоей жизни. Получается, жизнь всегда о себе заботится. Конечно. И не важно, что происходит, хорошо или плохо. Мы это можем воспринимать хорошо, а можем воспринимать это плохо случилось с нами. Это было самое классное, что было хорошо, что было плохо. Просто когда не видно всей картины, то нам кажется, что мы отделены чем-то. Да, или плохие времена, или что-то там еще. Нам не додали, нам передали, нам еще что-то сделали. Если... Если... Как я в аминдоте, это было... Если... У меня просто чувство, ну, такого легкого шока, что оказывается, вот в чем смысл, что жизнь о каждом заботится в любой момент, даже если сначала не кажется, что полная торба. Конечно. Но ты родилась, и ты обкакалась. Как она о тебе позаботилась, представляешь? Ты не лопнула, это все вышло. И тебя начали кормить, вытирать, обмывать. А ты раз и отпичьилась еще первый раз. Для ребенка это страшно, новое явление какое-то. Сначала страшно, что он пришел в этот мир, и здесь надо дышать не водой, а каким-то воздухом дышать. Страх. Задыхаться начал. Когда водой дышал, было все хорошо. А тут водой отошли. Аж как-то стало легче внутри. А не слышно посторонние звуки? Там Ярослав подключил планшет к колонкам, и там так сейчас бабахкает. Слышно? Какая тебе разница? Я через наушники слышу эти звуки. А у нас тишина, правда, ребята? Вообще тихо. Настолько все целостное, что даже звуки мира не пробиваются к нам. Он там кайфует. А ты здесь кайфуешь? А я тут кайфую, да. А он беспокоится, чтобы его кайф сюда не помешал этому кайфу. Он не беспокоится. Ни за соседей, ни за наш кайф, чтобы не наломать. Аху всем. Он получает удовольствие сейчас. Он в присутствии. Угу. 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 Спасибо большое. Угу. Так неожиданно всплыло то, что было такое. То, что началось с утра. Или в обед, не помню, когда ты написала что-то.